Давайте попробуем с вами разобраться, как устроена система импорта в языке Python. Дело в том, что мы действительно будем исполнять код, когда будем импортировать модуль, однако мы будем делать это лишь единожды. То есть если у нас есть активная сессия интерпретатора, и мы, например, исполняем код import exceptions, то тогда мы действительно исполним код нашего модуля exceptions, и все глобальные имена, которые остались внутри данного namespace, мы закрепим за нашим объектом модуля. А если мы во второй раз напишем import exceptions, то мы уже переиспользуем старый объект для нашего модуля. Прежде всего стоит отметить, что у нас есть такой объект, который называется sysmodels, и он на самом деле обычный словарь. Ключами у него являются имена наших модулей, а значениями, собственно, model objects. Когда мы пишем import exceptions, например, первое, что он делает, он на самом деле идет и спрашивает данного словаря, а есть ли у тебя ключ exceptions, потому что это имя нашего модуля. Он спрашивает, есть ли у тебя заимпортированный модуль exceptions. Он отвечает, что нет, и тогда происходит исполнение нашего модуля exceptions. И для него мы создаем модуль object, и затем мы обновляем наши слова и помещаем по этому ключу наш модуль object. Когда мы в следующий раз попробуем где-нибудь в нашем коде импортировать exceptions, то он также обратится к нашему словарю и спросит, а есть ли там ключ exceptions. И да, он уже будет, и поэтому нам просто вернется в качестве нашего модуля уже существующий модуль object. На самом деле все это дело можно и нужно потрогать, потому что до данного словаря мы с вами можем достучаться. Давайте же это сделаем. Давайте с вами сначала создадим небольшой файлик check.py, в котором мы поместим одну функцию print с небольшой строкой check. Давайте мы с вами запустим интерпретатор, заимпортируем в библиотеку sys, которая содержит в себе много системной информации, и сначала мы прежде всего увидим тип нашего объекта sysmodules. Мы убедимся в том, что это обычный словарь. Теперь давайте выведем на экран значение нашего словаря. Мы сможем убедиться в том, что ключами нашего словаря действительно являются имена модулей, например, built-ins, zip-import, eo, а объектами являются, точнее, значениями в нашем словаре являются именно модуль objects. Теперь давайте импортируем наш модуль check. Мы убедились в том, что мы действительно исполнили print внутри нашего файла check.py. Теперь давайте снова выведем значение нашего словаря sysmodules. Теперь мы можем найти наш модуль check внутри данного словаря, вот же он. То есть ключом нашего словаря является, конечно же, имя нашего модуля check, а именно значением у нас является модуль object. Давайте теперь выведем тип нашего имени check на экран. Мы убедимся в том, что это класс module, то есть когда мы используем вот такую вот конструкцию import check, то за именем check у нас закрепляется именно объект класса module. Давайте выведем на экран идентификатор нашего объекта check, мы увидим какое-то число, а затем снова импортируем check. Мы увидим, что мы не исполняем снова строку print check, и более того, если мы снова попросим вывести идентификатор нашего объекта check на экран, то он ничем не отличается от того модуля, который был до этого. Таким образом, любой модуль в языке Python будет исполнен лишь единожды, несмотря на то, что внутри нашего кода мы могли импортировать его даже несколько раз. Однако осталась одна важная нерассмотренная деталь. А как же мы ищем имя модуля, если мы не нашли его в sysmodules? Ответ на самом деле достаточно простой. Если мы не нашли какое-то имя модуля в нашем sysmodules, то мы попробуем найти файли с расширением .py в текущей директории. Если мы не нашли его здесь, то тогда мы пойдем искать его внешней библиотеке. Для того, чтобы узнать, в каком именно порядке это будет происходить, мы можем перебрать, например, все пути в списке syspath. Для этого давайте просто выведем их на экран. И убедимся в том, что сначала мы будем искать в нашей локальной директории модуля, то есть в папке PyCharm Project Exceptions, а затем мы действительно начнем перебирать так называемые внешние библиотеки. Внешние библиотеки также перечисляются в PyCharm. Вот здесь находится External Libraries, и мы действительно можем найти все эти директории, которые были указаны здесь в syspath. Таким образом, например, библиотека Python 3.4 содержит в себе модули, которые являются стандартной библиотекой языка Python. В свою очередь, библиотека Dispackages содержит в себе модули, которые уже являются дополнительно установленными к нашему языку Python. Как вы можете заметить, внутри нашей библиотеки почти все модули представлены такими папками. Эти папки мы называем пакетами. А пакет — это на самом деле такой удобный способ представления некоторого числа файлов в качестве одного модуля. В рамках данного урока я не буду останавливаться на том, как устроены пакеты. Однако, если вы будете писать какую-нибудь свою большую библиотеку, вы обязательно в этом разберетесь, там нет ничего сложного. Для нас важно то, что, по сути, пакеты — это такие папки, которые могут вести себя как модули, которые мы тоже можем импортировать. Интерпретатор умеет определять по папке, являясь ли она пакетом, по наличию файла init внутри. Если внутри находится файл init, то он исполняется при импорте. Таким образом, у нас есть модули и пакеты, которые ведут себя как модули. Мы можем их импортировать, и тогда мы исполняем код внутри модуля. Однако, мы делаем это лишь первый раз, когда импортируем модуль, потому что затем мы можем найти имя модуля как ключ в словаре sysmodules и понять, что его импортировать больше не нужно, и просто вернуть уже готовый объект нашего модуля.